Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на торговой сессии среды. Мы снова на финансовых площадках и продолжаем говорить о ключевом фундаментальном фоне, который на рынках сложился и который оказывает влияние на поведение финансовых инструментов. Давайте сразу поговорим о рынке нефти, который валится. В целом, такая динамика характерна и для Brent, и для WTI. Мы следим за Brent. Все торговые идеи, которые я даю, сопряжены с этим активом. Но если вас интересует WTI, вы наверняка все прекрасно понимаете, что там абсолютно практически идентичные движения. Поэтому можно сказать, что мы охватываем сразу весь нефтяной рынок. 54,49. Друзья, именно столько в данный момент дают за баррель Brent. Ниже 55. Мы оказались ниже поддержки. Теперь этот уровень является сопротивлением. Почему нефть снижается? У меня вопросов к этому нету. Надеюсь, те из вас кто внимательно следит за моим аналитическим творчеством, за брифингами, за вебинарами, также прекрасно знают, на какие аргументы я уповал, когда отмечал очень хороший потенциал для распродаж всего энергетического сектора. Если кто-то из вас забыл, друзья, но крупными мазками могу обозначить, что это риск распространения эпидемии вне Китая. Мы говорим об этом буквально с пятницы. Поэтому в последние дни вовсе позволили себе использовать формулировку того, что эпидемия реально рискует стать настоящей пандемией, потому что фиксируется все большее количество случаев инфицирования коронавирусом за пределами материкового Китая. И сейчас стоит отметить, что под серьезным колпаком оказалась Европа, Италия. Есть случаи уже подтвержденного заражения вирусом в Испании. Я думаю, что в Хорватии, кстати, также. На этом, собственно, дело не закончится, и вирус продолжит кочевать по регионам. На данный момент также хочется отметить, друзья, что растет количество заболевших в Японии, хотя там, в принципе, в этом регионе всегда было выше показателя среднего, если сравнивать, опять же, с прочими азиатскими регионами. Но важно отметить, что распространение вируса уже стало причиной того, что японские власти всерьез рассматривают возможность отмены, друзья, не переноса, не изменения сроков, а отмены проведения Олимпийских игр 2020 года в Токио. Я думаю, что это еще раз указывает на весь риск и важность, может быть, даже значительную угрозу, которая идет из массовых мероприятий в условиях распространения именно вирусной инфекции. Мы об этом будем говорить еще какое-то время, друзья. Хотелось бы, чтобы побыстрее это время, скажем, закончилось, и мы все-таки переключились на другие факторы. Но пока что не можем этого сделать. Поэтому, обрисовывая перспективу нефти, я отмечаю, друзья, негативное влияние вируса на мировую экономику, на спрос и так далее. На следующей неделе ОПЕК проведет встречу, где будут обсуждаться дополнительные меры по тому, как поддержать стабильность цен на энергоносители на мировом рынке с учетом именно распространения коронавирусной инфекции и последствий негативных для мировой экономики. Известно, что Россия будет в меньшем ключе поддерживать инициативу по дополнительному сокращению. Ранее мы допускали, что Саудовская Аравия по этой причине и вовсе может разорвать сотрудничество с Россией. Но, собственно, встреча ОПЕК уже совсем скоро, друзья. Я особо на нее предлагаю не рассчитывать в плане поддержки на цен на нефти. И сейчас остаться верными, собственно, продажам в районе 53 долларов за баррель. Я уже рекомендую начинать фиксировать долгосрочные селы и, наконец-таки, переводить как бы торговую активность вашу в ту прибыль, которую вы, друзья, если ждали вместе со мной, уж точно заслужили. Что касается сегодняшнего дня, то в 18.30 по московскому времени выйдут данные по запасам от администрации аналитической информации, по прогнозу запасы вырастут. И вот, пожалуйста, еще один фактор, который сегодня под конец дня может притопить еще больше котировки бренда и отправить, например, их ниже 54 долларов. Доллар иена 110.42, хотя вчера мы тестировали, друзья, поддержку 110. Агрессивные распродажи доллара в индексе доллара незаметно. Три дня этот индекс снижается, хотя до сих пор держится выше 99. Явно указывают на то, что изменились настроения в отношении доллара. И смена этих настроений, друзья, произошла по той причине, что на рынке стали вновь закладываться под возможность снижения процентной ставки Федрезервом, потому что и Соединенным Штатам Америки не удастся избежать негативных последствий распространения коронавируса. Ряд чиновников уже сделали заявление в США о том, что в принципе экономике стоит готовиться к тому, что вирус проникнет и на территорию Соединенных Штатов Америки. Доллар менее привлекательным сделал и снижение доходности американских трежерис. Фактически мы сейчас видим чуть ли не рекордные минимумы. Я обращаю, друзья, ваше внимание на это, потому что снижение доходности трежерис, в принципе, очень тесно коррелируется с политикой, которую впоследствии будет проводить Федрезерв. Поэтому, если вас очень интересуют пары доллар-иена, то я считаю, что пока такие настроения в отношении доллара будут преобладать, конечно же, эту пару лучше рассматривать для именно уже продаж, друзья. Тем более, что за день до этого мы с вами пришли к выводу, что Банка Японии пока не будет торопиться с анонсом новых мер экономического стимулирования, то есть увеличением программы количественного смягчения, которая должна была бы ранее, по идее, обвалить курсы японской валюты. В то же время на фоне снижения доллара у нас с вами еще один фактор роста для золота. Золото дало неплохую коррекцию в последние дни. Они сейчас, сегодня на азиатской сессии среды снова восстанавливаются, друзья. И я предлагаю вместить, как и раньше, в район 1700 долларов за тройскую унцию. Евро против доллара 1.08.72. Рекомендации, которые сейчас можно увидеть на рынке, они очень тесно, опять же, коррелируют с ожиданиями изменений монетарной политики Европейского Центрального Банка. Я об этом говорил вам чуть ли не одним из самых первых. То, что стимулирующая политика будет провоцировать впоследствии распродажи евро. Моя рекомендация, друзья, продавать любое ралли, которое наблюдается в динамике пары евро-доллар. Потому что здесь нужно исходить из системных рисков для еврозоны. Они нисходящие. Фонд против доллара 1.29.91. В понедельник стартует переговор официальный между Англией и Европейским Союзом по поводу будущей торговой сделки. Поэтому, если вы соскочились по волатильности, уже со следующей недели, друзья, она пойдет. И наша задача сейчас додавить фонд до уровня 1.28-1.28.50. И мы с этой задачей справимся. Австралиец против доллара 0.65.93. Австралиец снижается по причине серьезных экономических потрясений, которые грядут. Goldman Sachs прогнозирует, что в первом квартале австралийская экономика покажет спад. То есть экономическое восстановление уйдет на отрицательную территорию. В годовом масштабе темпы экономического роста могут снизиться до 2%. Друзья, моя оценка. Снижение ВВП до 1.7%. Впереди снижение процентной ставки. И наша цель с вами все еще актуальна. Это на уровне 0.65-0.65.50. И пару слов про американский фондовый рынок. Черные дни для него в прямом смысле. Американская фонда потеряла больше 10% за последние несколько дней. Сегодня распродажи, уверен, продолжатся. Опять же, распродажи фондовых активов отражают общее бегство инвесторов из риска. Для американского фондового рынка это еще и страхи того, что вирус вот-вот нагрянет на американский континент. И хочу отметить, друзья, что в США снова зафиксирована инверсия кривой доходности, которая указывает на приближающуюся рецессию. Если этот риск впоследствии реализуется, то, разумеется, американский фондовый рынок ждет еще более худшее будущее, чем можно спрогнозировать с счетом последних потерь. И Трамп также еще вчера подлил масло в огонь, отметив, что если его не выберут президентом, то американский фондовый рынок покажет распродажи хуже, чем в 2008 году. Ну, что-то в этом есть. Друзья, исходите из продаж по СНП. На этом все. Большое спасибо за внимание. Всего доброго. До свидания.